Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Продолжаются работы по благоустройству парка Дыдылдина. Все, что делается, делается с учетом определенных требований. Безопасность, доступная среда. В Видновскую районную клиническую больницу поступили новые аппараты УЗИ. Хорошо зарекомендовал себя при исследовании абдоминальной системы, при исследовании мягких тканей. Движение первых организовало экскурсию для школьников в храм Рождества Христова села Беседы. Полным ходом идут работы по благоустройству лесопарка Дыдылдина. Благодаря региональной программе «Парки в лесу» на этой территории создают зоны отдыха для жителей. Все подробности узнала наш корреспондент Юлия Стаферова. Территорию лесопарка Дыдылдина обустраивают для комфортного времяпрепровождения. А именно, делают прогулочные тропы, велодорожки, освещение для них. Обустраивают место для прогулок с животными. А также точку для занятий спортом с современными тренажерами. Предполагается также комната матери-ребенка, детская и смотровая площадки и многое другое. Все, что делается, делается с учетом определенных требований. Безопасность, доступная среда, видеонаблюдение, безопасный регион здесь предусмотрен. По секрету, скажу пока, но это уже проговорился, люди, которые, фирма, которую будет ставить безопасный регион, взяла на себя обязательства по бесплатному Wi-Fi. Для того, чтобы жителям можно было находиться в парке в любую погоду, сооружают закрытый универсальный павильон с кафе, зоной проката и со специальным местом для мангала. Все материалы, которые используют при строительстве, хорошего качества. Конечно, в ходе работы возникают технические недочеты. Но их быстро решают на месте. Вот мы видим, как сегодня ставят перила. А предполагался бортик. Бортик 30 сантиметров из улучшенной декинговой доски. Это не полая. Каблуком не прошибешь. Это вот как бетон. И мы договорились с проектировщиками в прошлую пятницу, что вносим изменения в проект, узаканиваем это и ставим перила. И это наиболее безопасно, чтобы дети не вываливали с этой площадки. И чтобы вода не собиралась внутри борта этого, который предполагался, как бассейн получился. А чтобы вода просто уходила, когда будет дождь. Благоустройство некоторых зон в лесополосе уже завершили. И горожане с удовольствием гуляют в обновленном парке. Прекрасно. Оборудовали столько тропинок, дорожек с детьми. Жителям нашего города стало гораздо проще гулять. И вообще приятнее. Все работы планируют закончить к 15 ноября. Для того, чтобы надолго сохранить объекты в первозданном виде, необходимо бережно к ним относиться. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Видновской районной клинической больнице регулярно обновляется и пополняется медицинское оборудование. На днях сюда поступили новые аппараты УЗИ. Медтехника уже установлена и используется специалистами в работе. Три новых портативных аппарата для проведения ультразвуковой диагностики «Эксперт-класса». Благодаря отличному качеству изображения, высокому доплеровскому режиму, они дают наиболее точную картину о здоровье пациента. Хорошо зарекомендовал себя при исследовании абдоминальной системы, при исследовании мягких тканей, поверхностно расположенных органов. Хорошо порекомендовал себя в исследовании сосудистой системы. Позволяет визуализировать не только крупные поверхностно расположенные сосуды, но также мелкие. Еще одно из главных достоинств новых аппаратов – их мобильность. Качественно высокотехнологическое исследование при необходимости можно провести в любом месте. Например, прямо у постели пациента. Но и на этом плюсы не заканчиваются. Точность постановки диагноза на данном аппарате позволяет нам обойтись без каких-то других методов обследования и не прибегать к инвазивным методам обследования, таким как КТ с контрастом, МРТ с контрастом и других. Стоимость нового оборудования – более 13 миллионов рублей. На нем можно проводить большой спектр исследований в самых разных областях, в том числе кардиологии, нефрологии, урологии и многих других. Молодежная организация «Движение первых» провела ознакомительную поездку группы школьников в храм села Беседы. Ребятам рассказали об истории храма Рождества Христова, которая ведется с 1598 года. Для школьников Ленинского городского округа провели экскурсию в храм Рождества Христова села Беседы. Мероприятие было организовано местным отделением «Движения первых». Ребята здесь из разных школ. Я написала сразу же, как только появилась эта идея, разным педагогам. Мы никого не заставляли, просто узнали, кто хочет поехать. И с удовольствием нашлись желающие. Вот, как вы видите, у нас сегодня здесь много подростков. С богатой историей храма ребят познакомил священник Александр Тарабрин. Он рассказал о годах расцвета святилища, о его закрытии в годы советской власти и дальнейшем возрождении. Обычно приезжают к нам люди более преклонного возраста, у которых есть свободное время на посещение культурных памятников. Дети, конечно, появляются у нас реже в составе организованных групп, классами или группами. Это, конечно, происходит реже. Но мы над этим стараемся, активно сотрудничаем со школами и приглашаем к нам ребят. И обязательно несколько раз в году к нам приезжают, в том числе и педагоги. Самым ярким впечатлением для школьников стал подъем на колокольню, откуда открывается живописный вид на окрестности. Юноши и девушки даже попробовали себя в качестве звонарей. Спустившись в колокольню, ребят пригласили в Нижний храм, где расположена трапезная. За чашкой чая отец Александр побеседовал с молодым поколением о нравственности и о том, что волнует молодежь сегодня. Школьники с интересом вступали в диалог, а также делились впечатлениями от экскурсии. Подъем, конечно, был не самый простой, но когда мы пришли, там были колокола. Очень интересно было в них попробовать, как говорится, постучать. Очень понравилось. Я узнала историю этого храма, посмотрела иконы и увидела много новых, которых в своем храме, который у нас в городе, не видела раньше. Я поднялась на колокольню, позвенела в колокол, и было тоже очень интересно. Подобные мероприятия также проводятся на регулярной основе для организованных групп активного долголетия, жителей и гостей округа, интересующихся историей. Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В этом году отмечается юбилей храма святого Дмитрия Ростовского, расположенного на территории живописной усадьбы Суханова. Построенный два века назад, за свою историю он перенес немало потрясений, но сегодня снова принимает прихожан. На праздничной службе побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Юлия Пагасьян. Берущее начало еще в первой половине 17-го столетия. Усадьба Суханова неразрывно связана с ее последними хозяевами – князьями Волконскими. Собственно, по велению Екатерины Алексеевны Волконской и была построена эта церковь в память о муже – генерал-лейтенанте Дмитрия Петровича, который ушел из жизни в результате ранений, полученных на войне. Над усыпальницей супруга князя возвела церковь. После октябрьской эволюции храм прекратил существование. Руками советской власти останки семьи Волконских из усыпальницы были удалены. С 1918 года в здании находились мирские учреждения. Одно время здесь даже располагалось столовое. И только в 21 веке святыню удалось возродить. Мы сейчас стоим, вот как раз круг, круг как раз. Вот здесь как раз была столовая, здесь как раз прессали, к сожалению. Первый молебен у нас был отслужен на сети Николая Чудотворца в 2010 году. В 2011 году был поставлен крест на купол. А с 2012 года юбилей Великой Отечественной войны, потому что князь Волконский, который владел этой усадьбой, он непосредственно принимал участие и в боевых действиях, и в управлении войсками. Было 200 лет Отечественной войны, и мы первой была служена литургия. В этом году храму Дмитрия Ростовского исполнилось 210 лет. Сегодня здесь снова прихожане. В престольный праздник десятки людей собрались на торжественную службу. Хочу поздравить, пожелать здравия всем, душевного равновесия и благополучия. Хочу поздравить всех православных христиан с праздником Дмитрия Ростовского, пожелать крепости духа, укрепления веры. Побольше молитв требуется нашей Великой России. И несмотря на то, что сейчас храм святителя Дмитрия Ростовского требует реконструкции, приход не перестает расти. Людей тянет божественная энергия, которая царит в стенах святого места. Никакая внешняя красота не сравнится с той красотой, божественностью, с тем духом божественным, который присутствует в этом храме. Храм преображается на глазах. Совсем скоро здесь должна начаться реставрация. Мы сделали консервационные работы благодаря Министерству культуры. Следующий этап у нас – это сама реставрация. Глобальная, огромная реставрация, чтобы действительно храм дальше приукрашался. И люди могли приходить, потому что все приходят, все в таком унылом состоянии, печальном, смотрят все на это безобразие, которое нам оставила советская эпоха. И, дай Бог, с Божьей помощью мы будем реставрировать его храм. Праздничное богослужение завершилось крестным ходом и причастием. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская, ВиднетВ. На этом у нас все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова